Приветствую вас, друзья! С вами новостной Дайджет, с которым мы обсуждаем новости игровой индустрии и не только. Старфилд еще не вышел, а тут Говард уже говорит про шистые свитки. И веры его словам нет, ну и быть не может. Ведь говорит он следующее, цитата. Скажу только, что мы хотим, чтобы игра стала лучшим симулятором фэнтезийного мира. Есть разные способы достичь этого, учитывая, сколько времени прошло. Конец цитаты. Симулятор фэнтезийного мира. Ну, звучит как вызов. Однако, повторюсь, веры на данный момент ему нет. Тут нужно дождаться Старфилда. Хотя его уже хвалят. Вот только хвалят его ангажированные лица из Майкрософт. Фил Спенсер. По его словам, он наиграл в игру уже 200 часов. За все время разработки. Даже когда игра еще была совсем сырой. Он хвалит игру. Вот только насколько можно доверять его словам. Потому что что слова Фила Спенсера, что слова Тодда Говарда, ну, им не может быть никакой веры в принципе. Потому что это люди ангажированные. Ну, да ладно. Судя по всему, на Тест 6 уже работают. Уже работают, звучит-то как. А я напомню, что анонс был аж 5 лет назад. Когда же выйдут шестые свитки? Я даже представить себе боюсь. Какой бы классный заголовок можно было бы написать. Тодд Говард отказался играть в Сталкер 2. А Фил Спенсер сразу умер. Но суть в том, что Фил Спенсер играл в демо. Предложил поиграть и Тодду Говарду, но Тодд отказался. А сам Фил Спенсер очень быстро помер. Отрывок небольшой, но смешной конечно же. И вот сам Сталкер 2 многие уже поиграли на геймском. И его не очень-то и хвалят. Ну, его хвалит только Фил Спенсер. В то время как обычные игроки замечают дикий даунгрейд по графике. Спорный искусственный интеллект, плохой импакт, плохой звук и прочее. При этом отмечается, что игра крайне сырая. И высказывают свой скепсис насчет скорого релиза игры. Игру пусть уже и перенесли. Вот только вот на первый квартал 24 года. То есть примерно на 3 месяца. А если верить словам игравших, то этого явно мало. В общем Сталкер опять перенесли. И давайте не будем делать удивленное лицо. И тема Сталкера еще не закрыта. Если кто помнит, то недавно был слит игровой билд проекта весом почти в 200 гигов. Ключ был там же, где сам проект. И почти сразу люди начали ознакомливаться с рабочим билдом. Многие додумались показывать это и на ютубе. Отчего получали страйки и блокировки. И вполне заслуженно. Однако люди пошли на просторы контакта. Ведь туда же уже никак не дотянется украинская студия разработчик. И не сможет потребовать удалить материалы. Но вот прошло время и пошли зачистки. Причем идут до сих пор. Как они смогли договориться не ясно. Но факт остается фактом. Проходят массовые зачистки всех остальных материалов из слитого билда. На площадке ВК-видео. Причины конечно же понятны. Билд пусть и был крайне странным для каких-то непонятных тестов. Но вот материалов он в себе содержал крайне много. И эти материалы наглядно показывают какой будет игра. От количества оружия до карты и сюжета. Поэтому теперь спойлеров будет видимо поменьше. Когда-то давно авторы серии Call of Duty обещали, что все скины в игре будут сугубо аутентичными. То есть не будет никакого цирка. Военный значит военный. И вот под этим соусом они смогли приручить игроков к скинам и прочим донатным механикам. Но время идет. Весь мультикам на свете уже перебран. Все возможные маскировочные костюмы уже были в этой игре. И нужно было как-то продавать скины. Одна военная форма от другой военной формы не особо та отличается. Поэтому они начали отходить от своих обещаний. Постепенно. Помаленьку. Но уже ушли настолько далеко, что сейчас даже самые преданные фанаты держатся за голову. Ведь в колду добавили... Ники Минаж. Не так давно в игру был добавлен еще и Сноудок. Все похохотали и забыли. Персонажи из пацанов. Ну что поделать, это коллаборация такая. Да еще и механику маленько изменили. А вот Ники Минаж стала финальной каплей. И гневные комментарии полились рекой. Но даже это событие было не настолько уж и резонансным. Примерно две трети дизлайков по трейлерам с Ники Минаж. И я думаю это забудут крайне быстро. Но прецедент весьма забавный. Что ж, политика Майкрософта это конечно же хорошо. Мол игры будут одинаковы на Xbox'ах. Series S и Series X. Но младшая модель довольно слабая. И ее мощности не хватает например, чтобы запустить Baldur's Gate 3 в разделенном экране. То есть кооперативный режим на двоих на одном устройстве. А у Майкрософта была такая политика. Не можешь сделать две одинаковых. По функционалу версии игры, значит не будешь выходить на Xbox'е вообще. Но вот Baldur's Gate 3 слишком хороша. Она продается на ПК какими-то сумасшедшими количествами. И уже давно висит в топе продаж на PlayStation. А выходит она там только 6 сентября. Посмотрев на это, Фил Спенсер дал добро, чтобы на младшей консоли Xbox игра вышла без этого режима. Прецедент получается. Но даже несмотря на это, дату релиза для Xbox еще даже не объявили. Оно и к лучшему. 6 сентября выходит Starfield. Он будет эксклюзивом для Майков. И 6 сентября выходит Baldur's Gate 3 на PlayStation 5. И он тоже будет эксклюзивом. Однако вынужденным и временным. Поэтому пусть пока на Xbox'ах играет Starfield. Ведь зачем конкурировать двум крупным RPG? Правильно. У студии Bower проблемы. Уже 10 лет как они не прекращаются. И вот сейчас случилась волна увольнений. Которая по заверениям генерального менеджера компании поможет студии лучше делать одиночные игры. Логика отличная. Увольняем 50 человек и начинаем делать игры лучше. Я думал это работает как-то наоборот. Нужно нанимать сотрудников, чтобы игра получалась лучше. Я бы понял, если бы из студии уволили людей, которые отвечают за мультиплеер. Мол типа отдел мультиплеера. Ведь тогда все логично. Зачем нам 50 человек, которые делают сетевую часть, если ее в нашей игре не будет. Но уволили даже сценаристку, которая работала над серией Dragon Age. И она прописывала далеко не самых плохих персонажей. Но нет, увольняем. И не важно, что сейчас студия трудится над Dragon Age Dread Wolf. Который кстати выйдет неизвестно когда. Но видимо там уже все готово и поэтому сценаристка нам уже не нужна, увольняем. Хотя я думаю они просто решили сэкономить. 50 сотрудников это немалые траты на зарплаты в месяц. Эх, Байвер, что же с вами стало? Зато ничего плохого не происходит с нашими социальными сетями. Поэтому рекомендую перейти по ссылкам в описании и подписаться. Услышимся совсем скоро.